всем привет как всегда благодарю всех тех кто пишет комментарии под этими роликами которые вы видите в сети мне очень приятно читать ваши посты со многими я согласен иногда узнаю что то новое иногда не узнаю но все равно приятно когда люди разделяют мои вкусы но это каждому приятно когда вкусы кто-то разделяет таким образом находится новые друзья можно сказать даже такие друзья по brothers in arms ну и благодарю всех тех кто поддерживает материально данный канал как это сделать написано по каждым роликом спасибо всем большое мне очень это приятно хотя это совсем не главное главное что мы любим свою музыку обсуждаем ее это чрезвычайно интересно обсуждать музыку не так интересно какое слушать но тоже здорово тоже здорово так вот о себе несколько слов я никогда не считал себя металлистом и не был металлистом и не являюсь металлистом и не буду металлистом я вообще к стилям отношусь вы знаете уже как то есть никак для меня это стиле это все как-то так слова не более чем и я совершенно не разбираюсь наглухо в этих вот понятиях трэш black death doom для меня это просто набор слов я вообще не не могу отличить когда слушаю какую пластинку не могу сказать это трэш или это дуб или это дед я слушаю просто музыку и я предвижу конечно сейчас много слов может быть они будут написаны может быть они будут произнесены теми кто смотрит этот ролик ну куда он полез куда он полез обсуждать металлику если он в этом ничего не понимает если он не является металлистом если он не отличает трэш от это и doom от чего-нибудь там еще куда же что же как можно замахиваться на святое если человек не разбирается но сразу не возникает контр-вопрос в чем не разбирается в чем не разбирается в игре на гитаре в игре на барабанах голосе в чем именно не разбирается не разбирается в разнице между трэш и дед какая разница мы слушаем мы читаем трэш и дед или мы слушаем музыку так вот кто в чем не разбирается это еще можно поспорить между прочим и последнее что я по этому поводу скажу что на дверях магазинов музыкальных никогда я не видел надписи объявления что сюда вход только металлистом остальным вход запрещен и когда покупаешь пластинку например металлики у тебя не спрашивают удостоверение в котором написано металлист и печать стоит да правда же любой парень с улицы может войти и купить и трэш и дед и doom и все что угодно правда и и не просто купить а даже имеет право послушать дома и имеет право даже ведь свое мнение на этот счет или вы не согласны я думаю что согласно вот эта пластинка единственный альбом металлики которые я оставил у себя в коллекции у меня их было достаточно много свое время на компактах была целая куча и на виниле было много ну я все их пустил в дело оставил вот этот альбом это первый альбом металлики который я услышал своей жизни в самом конце восьмидесятых из америки приехал мой родственник один из родственников и привез мне фирменную кассету с этим альбомом я никогда не слышал что это такое посмотрел на картинку на обложку вот эту на кассете еще американской настоящий там интересно что это такое начал слушать и на самом деле ничего не понял по первому прослушиванию тогда еще в конце восьмидесятых ничего не понял какая-то совершенно незнакомая для меня музыка и не то чтобы незнакомая музыка а незнакомый музыкальный язык и именно это и является на мой взгляд самым ценным в этой пластинке и эту пластинку если вспомнить вот эту бесконечную историю чтобы ты взял с собой на необитаемый остров там 100 пластины которые ты взял бы собой на необитаемый остров вместе с битлз rolling stone с бобом диланом из много чего еще я бы взял вот эту одну единственную пластинку металлики именно потому что здесь совершенно необычный совершенно новый музыкальный язык ни до ни после металлика такого не играла а я слушал ну практически все альбомы металлики несмотря на то что я не металлист мне интересно мне нравится музыка и слушаю получаю удовольствие так вот ни до ни после конечно такого ничего не было это очень здорово то очень круто и насколько необычно насколько необычно композиционное мышление композиторский подход вообще ни у кого такого не встречал честно говоря ни у каких авангардистов потому что ну в принципе можно сказать что это песни без начала без конца и без какой-то внятной определенной структуры тут такое ощущение что люди играют просто вот что хотят профессионально здорово все вместе все круто ну сыграли какой-то риф ага здорово записали его на ноты или не на ноты или там просто записали аудиоверсию давайте двигаться дальше куда из этого рифа мы выйдем дальше давайте так попробуем а пойдет давайте так склеиваем эти склеиваем две эти картинки играем дальше а я соло придумал здесь давайте просто раз ага склеили поехали дальше так выстраивается песня и что удивительно песня получается хорошая песня получается хорошая необычная и затягивающие интересно слушать и хочется слушать целиком вот этот огромный гигантский альбом он гигантский грандиозные и просто титанические я бы сказал и кстати говоря первая ассоциации которые у меня возникли при прослушивании этой самой американской кассеты это ледяной океан арктика и гигантские бесформенные айсберги которые нагромождаются друг на друга с грохотом сталкиваются рассыпаются переваливаются один через другой вот эти гигантские ледяные глыбы такие вот весь этот альбом является таким скопищем айсбергов которые вокруг просто тебя задевают иногда иногда просто наезжают давят тебя потом уплывают дальше это выныриваешь из ледяной этой каши переведя дыхание значит видишь новый айсберг там вам на тебя наплывает очень круто и еще этот альбом я могу сравнить как ни странно с пластинкой пола маккартни band on the run смешно да правда кстати band on the run мне не нравится в отличие от этого альбома хотя и не металлист и музыка битлз мне очень близко но к музыке битлз пластинка band on the run имеет отношение очень опосредованное только разве что только что пол маккартни там и там принимал участие так вот почему такое сравнение с band on the run да потому что из альбома band on the run даже из самой песни band on the run ушлый какой-нибудь музыкантишка мог бы настрогать ну песни 4 самодостаточных самостоятельных только из одной песни band on the run там столько мелодий там столько кусочков мелодических что прямо бери и из каждого кусочка пиши песню так вот из песни black and it например можно ну вот какой-нибудь коммерчески ориентированный хороший профессиональный музыкант с нормальным композиторским мышлением композиционным из песни black and it мог бы ну песен 5 нафигачить легко легко потому что она так неожиданно внутри себя меняется все время и нелогично совершенно нелогично вот эти вот выплывающие гитары с обратной записью такой кусочек психоделии и потом такая смена динамики то тихо то громко как я люблю говорить очень интересная музыка тише громче тише громче но так это все странно и так всего много и несколько кусочков мелодических совершенно разных и по настроению и рифы разные и голосовая мелодия меняется хотя если говорить о хитовость этого альбома на мой взгляд если бы мне дали на выбор найти хит в этом альбоме я бы поставил black and it конечно хитом она самая такая внятная и музыкально самая я не скажу самое интересное самая пробивная самая конкретная несмотря на то что она все-таки тоже из разных кусков собрана она конечно здорово and justice for all песня безумно мне нравится тоже и нравится именно именно после прослушивания первой песни будучи ошеломлен вот этим разнообразием вот этим звуком потрясающе сухим потрясающе яростным гневным таким очень хочется слушать дальше и слушаешь дальше вдруг акустическая гитара которая кажется появление который кажется логичным совершенно после black and it очень логично акустическая гитара заэлектризованная до такой степени что она не звучит как акустическая она звучит как электрическая но понятно что это акустика и потом опять вот этот жужжащий зубоврачебный звук гитары хэтфилда зубоврачебный именно когда сверлят зубы и опять несколько частей хотя рефрен здесь если говорить о голосовой мелодии рефрен достаточно в традиционной мелодии и он тоже ложится на ухо и кажется таким даже поп такой элемент поп-музыки но потом слава богу начинается снова нелогичные построение металлики такие которые сразу этот поп поп из рефрена сразу вышибают очень здорово а я в the beholder следующий номер ну вот на музыкально на мой взгляд один из лучших я могу сравнить его только с инструменталом мод to live is to die предпоследним инструментал шикарный посвященным понятно погибшему бас-гитаристу и здесь звучит даже бас-гитара в отличие от всех остальных песен где она не слышно или или намеками какими-то где-то подзвякивает но практически и не то здесь она внятно так звучит и где-то я прочитал что музыкальные кусочки здесь были записаны еще с предыдущим басиста может быть там его бас и слышим а может быть и нет может быть сыграно по новой но во всяком случае в тихой части она же такая она же громкая сначала потом а потом тихая потом какие-то виолончельные какие-то звуки из гитары извлекаются и там отчетливо играет бас-гитара угадай с трех раз кто там играет на самом деле на бас-гитаре непонятно да и раз или последний номер единственная песня по настоящему быстрая по-настоящему такая бодрящая после депрессии всех остальных песен до самой дарис дарис или она дает оторваться все-таки показывает что ребята жизнь продолжается и несмотря на все ужасы которые описаны здесь текстах все равно мы на сцене мы ведь полны сил все здорово ну про песню уан только ленивый не говорил да про пулеметные все имитации этих самых пулеметных очередей на песня потрясающая на взгляд она действительно и большое для меня удивление что она стала хитом потому что она абсолютно антихит по музыке это антихит опять нелогичное построение опять когда появится рефрен не допивается фраза музыкальная фраза не доигрывается как они любят не доигрывается квадрат это в общем вышибает но на то и расчет наверное потому что это это нерв этим дается нерв и она не дает расслабиться квадрат квадрат играется квадрат квадрат доиграли пошли дальше все привычно все люди расслабились слушают а здесь нифига подобного нет здесь раз фраза не доиграно дальше темп меняется потом опять возвращается опять фраза не доигрывается все время напряжение постоянное напряжение присутствует три песни the shot of straw harvester of sorrow и the free dance of sanity ну за исключением the shot of straw которая чисто конечно металликовская такая штука вот harvester of sorrow и the free dance of sanity они мне кажется похожими на black sabbath если black sabbath привести в чувство заставить их немножко побыстрее играть и позлее может быть что-то похожее бы и получилось хотя конечно манера тони аэми гитарная надо далека-далека от того что играется в металлике а здесь играется все здесь играются и классические хард-роковые истории в гитаре даже с таким классическим хард-роковым звуком и гармонизированная гитара там а-ля judas priest когда сдвоины идут да там в интервальчик играется потом вот эта игра в интервальчик резко обрывается и начинается игра уже вот это вот современная уже ну скажем так игра другой школы совсем с забываниями с одноголосые вот эти тэппинговые штуки и все это так в одной и той же песни даже в одном и том же там квадрате я бы сказал сначала так потом эдак все как будто это разные гитаристы как будто это разные группы но в целом очень здорово в общем я очень люблю этот альбом я его слушаю не часто но берегу и на полочку у меня стоит стоял стоит и стоять будет и на проигрывателе тоже пошел пить за эту штуку фарева тугеда пока